наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушателям возвращаясь к встрече путина и байдена джо скарборас мснбс назвал это я не буду дословно но по смыслу наиболее выдающим выдающейся дипломатической миссии современностью что такое в этом роде что вот эта поездка эта встреча боя поездка байдена в европу было нечто чего в нашей истории дипломатии не было то есть таких в таком превосходном тоне он об этом говорил что вы думаете по этому поводу нет отчасти джо конечно прав демонстрация байдена народу это наверное действительно достижение но сомнительное прямо скажем я понимаю вам уже все эти две физиономии надоели я имею ввиду байдена и путин да и джо впрочем тоже но тем не менее поговорим мы сегодня действительно начнем с этого что благодарю полину волкову за помощь подготовки выпуска и сразу начинаем а вообще я хотел сначала наш первый сегмент учитывая что сейчас дамы все летает всегда пара спортивных соревнований чемпионат европы там олимпиады будет она или не будет но вроде бы на подходе и есть такая старая футбольная поговорка игра была равна играли два дальше там идет рифма я воздержусь и и все-таки полностью воспроизводить и в принципе то что мы наблюдали с вами в женеве это на самом деле в точности воспроизводит вот эту самую славную поговорку то есть естественно на западе не все конечно же но и либеральный истеблишмент сходил с ума и восторгался замечательным байденом как сергей нам только что привел в россии все восторгались замечательным путиным полезные идиоты на западе которые байдена не любят и правильно конечно делают но почему-то считают что это обязывает их любить путина тоже стали восторгаться путиным хотя я не слышал чтобы путинские полезные идиоты массово собрались ехать сюда и все они по-прежнему около вас обретаются сочувствую нам тут своих хватает полезные идиоты отечественные российские имею виду которые не на не любят путина и тоже правильно дело но тоже стали восторгаться байденом хотя спроси любого отечественного путина ненавистника и байдена фила разделяет ли он политические действия дедушки джо у меня сильные сомнения что большинство с ними согласятся просто о них не знаю но раз вот якобы против путина то замечать то есть вот за все это пропагандистской мешаниной реальный смысл потерялся а собственно говоря его и не было мы с вами наблюдали встречу двух абсолютно никчемных персонажей которые к сожалению являются лидерами своих стран и буйство пропаганда который изо всех сил пыталась этим самым никчемным персонажем придать какую-то значимость заметь когда я говорю никчемность это не означает что они безопасны абсолютно к сожалению часто это связано друг другом но к этому я вернусь еще в конце а ну что нас повеселил конечно байден тем что вручил этот самый список из 16 объектов на которые нельзя нападать я уверен что в российских российской работе большая радость да что то вроде вот 12 то мы нашли а где еще 4 а вот джо нам сам подсказал где еще 4 теперь все 16 ура что в ответ заполучил байден не понять достаточно сложно помню чего кроме каких-то там туманных заверения сотрудничестве в области каких-то общих проблем и все того же самого климата но и принципе понятно чего хотел каждый каждый хотел своих добиться каких-то целей но верят ли их добился потому что байдену нужны которым по большому америки по большому счету нынешние российской и российский режим конечно не нужен но байдену нужно связаться с путиным чтобы было какое-то посредничество в его программах возвращение иранскую программу и во все эти бессмысленные климатические соглашения путину нужна трибуна чтобы всем рассказывать какой он несчастный как его притесняют западные и плохие страну собственно говоря они это получили но не для америки не кстати говорят для россии никакой пользы не от того неют другого нет потому что про байдона мы уже не раз говорили что его политика она не имеет ничего не играет никакой пользы для америки политика путина в принципе тоже не играет никакую ни проナсил никакой пользы россия разве что его друзьям товарищам и так далее. Но, как 20 лет он уже нует, что все ему притесняют, продолжает в том же духе. Зато мы с вами могли провести некоторые занимательные исторические аналогии. Мне вспомнилось три саммита. Это саммит, который сравнивали все вот это действие, именно 1985 год тоже в Женеве, тем более, между Рейганом и Горбачевым. Но вот как раз с ним сходства, кроме места действия, никакого. Потому что там был Рейган, который четко понимал, что из себя представляют интересы Штатов, интересы западного мира, который, кстати говоря, отказался от рекомендаций Госдепартамента, а ему там их очень много написали, и предпочел консультироваться с Никсоном, кстати, перед встречей. Ну и был Горбачев. По поводу Горбачева я вам ничего хорошего сказать не могу, потому что я о нем крайне невысокого мнения, но Горбачев в его пользу говорил и то, что он, по крайней мере, новенький и получив разваливающийся от, после правления коммунистов, вроде него же, впрочем, Советский Союз, но при этом массовую поддержку, кстати говоря, западного либерального истеблишмента. Горбачев что-то там мог тоже покрасоваться. Но Рейган, хотя пресса была против него, напомню, он сыграл с блеском, показал, кто есть кто, заставил Горбачева оправдываться, то есть там победитель был совершенно очевиден. А другая параллель, которая напрашивается, это Никса, ну, разумеется, куда же мне без него, это и его визит в Китай. Потому что, вы помните, Байден что-то там такое невнятное говорил о том, что у России могут быть проблемы с Китаем и так далее и тому подобное, и у Байдена, у которого мутные связи и с Китаем, и, судя по всему, с Российской Федерацией тоже, вот, похоже, он пытается что-то такое сыграть, ну, назовем это обратный Никсоновский вариант. То есть, если Никсон обозначил сотрудничество с Китаем для того, чтобы воздействовать на советский режим, и, в принципе, у него это получилось, хотя привело к не очень хорошим последствиям, но это отдельная тема, опять же. А Байден пытается вот как-то обозначить некое взаимодействие с Путиным для того, чтобы воздействовать на Китай. Но проблема в том, что, во-первых, Никсон был гораздо умнее, чем Байден, собственно, он и теперь даже, не будучи среди нас живых, остается гораздо умнее, чем Байден. И второе, на тот момент между Россией и Китаем был довольно серьезным, Советским Союзом тогда еще, конечно, был все-таки серьезный конфликт, и можно было сыграть на этом. Сейчас, когда Путин медленно, но верно сдает Российскую Федерацию Китаю и так или иначе стремится скорее сотрудничать именно с пекинским режимом, что будет, конечно же, означать довольно серьезное порабощение Российской Федерации китайцами. Но Путин это какое до этого дело? Ему надо жаловаться, как я уже сказал, что ему Запад притесняет. Так вот, в такой ситуации, конечно же, ему не очень выгодно о чем-то там договариваться с Байденом. Поэтому в результате, если мы с вами действительно должны провести какое-то сравнение, то ближе всего эта встреча получится к юбилейной, кстати сказать. Ей буквально там почти не совпадают, тоже где-то в начале июня она была, насколько я помню. Это встреча 61-го года Кеннеди и Хрущева. Тогда, напомню, по поводу Кеннеди тоже все роняли слезы и сопли и все остальное, американская пресса, естественно. Но по поводу Хрущева, может, такого количества полезных идиотов, как у Путина, у него не было. Но, тем не менее. И когда Кеннеди встретился с Хрущевым в Вене, то все прессы изначально восхищались, какой там у нас прекрасный Джон и так далее. Однако, довольно быстро стало понятно, что Кеннеди оказался просто-напросто несостоятельным. И вот все эти многочисленные карикатуры, опять не могу удержаться от параллели, когда Никсон был в Москве, помните, с тем же Хрущевым, они припирались. И Никсон, там был знаменитый момент, когда он тыкал пальцем в разгневанного Хрущева. И эта фотография стала таким символом того, что американский политик может диктовать свои условия, казалось бы, всесильному советскому генсеку. Ну вот, а здесь получилось, что совсем наоборот. Кеннеди, в общем и целом, достаточно безжизненно и безрадостно смотрелся. И, напомню, тем же летом, в августе, точнее, 61-го года, началось строительство Берлинской стены. Далее Кеннеди, виноват Хрущев, конечно же, усилил свои действия по вооружению Кубы, помним, чем все это закончилось. А источник всего этого, вот как раз первый год президентства Кеннеди и все те кризисы внешнеполитические 60-х годов, их мы с вами можем проследить вот именно в той самой встрече, где Кеннеди оказался, ну, не слишком состоятельным, мягко говоря. Будет ли нечто подобное сейчас? Опасность, к сожалению, велика. Кеннеди был молодой, неопытный и напрочь лишенный какой бы то ни было политической философии, что, в общем-то, и было очевидно. Байден старый, не слишком, никого не хочу обидеть, но он, правда, старый, не слишком умный и тоже напрочь лишенный политической философии. Поэтому здесь последствия могут быть весьма и весьма прискорбны. Что несколько успокаивает, Советский Союз был, конечно же, при всех своих проблемах, но помощнее нынешней Российской Федерации. Но у Российской Федерации много ядерного оружия, что, конечно же, не очень хорошо. Поэтому здесь последствия могут быть весьма и весьма неприятны, потому что никакой жесткости Байден не оказал. Но, повторяю, хорошо, что персонаж с другой стороны, раздувшейся от ботокса и прочих непонятных инъекций, не является реальной силой, несмотря на все свое ядерное оружие. Почему я так на это нажимаю? Но давайте посмотрим, как отреагировали на саммит третьи страны. Потому что, на самом деле, это показатель гораздо более серьезный, чем то, что говорят аналитики, будь то кремлевские или околокремлевские, будь то путинские тролли, которые сейчас наверняка и у нас в комментариях обретаются, или будь то помешанные на Байдене, которые тоже имеются. Но сначала посмотрим, как отреагировала страна, которая номинально относится к западному миру, хотя, ну как номинально, она западная, но считается нейтральная, я про Швейцария. А дело в том, что вот точно где-то пока шла встреча в Большой Семерке, про которую мы говорили неделю назад, и принимались все эти пафосные совместные заявления, соглашения вроде борьбы за экологию, борьбы за новый зеленый курс. Там это в открытую не говорилось, но практически речь шла об этом, и тем самым саммитом Байдена и Путина, который проходил, повторяясь, в Женеве, так вот, те же самые швейцарцы, они провели референдум, как вы знаете, в Швейцарии важные решения, они принимаются через референдумы, и на этом референдуме швейцарцы отвергли сразу несколько законов, связанных вот с этой самой борьбой, с позволения сказать, за экологию. То есть, отвергли повышение налогов на топливо и на авиаперевозки, отвергли запрет ряда каких-то там пестицидов, и отвергли повышение использования правительственных субсидий для фермеров, которые эти самые пестициды не используют. То есть, другими словами, швейцарцы и сторонники всех тех, противники всех тех мер, которые, как я сказал, были уничтожены, проголосованы против, они сказали, извините, наши выбросы 0,1 от общих мировых, у нас после ковидного баловства проблемы с экономикой, фермерство швейцарии, не надо над ним издеваться и ставить эксперименты, поэтому фиг вам, а не экологические законы. Естественно, пресс завыла, это было очень смешно читать, признаюсь честно, что какой удар по международным программам, швейцария будет отставать от передовой Европы, как же так, швейцарские фермеры все решают, ужас, ужас, ужас. Ну, я, например, считаю, что швейцарцы вряд ли будут очень переживать из-за того, что они отстают от Европы в борьбе за экологию, если их экономика будет развиваться и дальше. Ну, а Европа пускай стонет чего делать-то. А то, что швейцарцы сделали такой подарок Байдену к его прибытию в Женеву и практически отвергли ту самую вот программу, которую Байден и компания продвигают по всему миру, вот это вам показатель того, насколько Байден авторитетный в Европе. С другой стороны, случилось еще одно интересное событие, на которое не особенно обращают внимание, а именно есть в Европе тоже страна такая, как Сербия, и тоже вроде бы она нейтральная, но все знают, что это едва ли не главный российский союзник во всех направлениях, в том числе и в пропагандистском. И Путин очень за Сербию держится и очень боится, что не дай бог, сербы его кинут. В прошлом году, вы помните, даже об этом мы говорили, когда Вучич, президент, встречался с Трампом, то в российской пропагандистской системе случился припадок и прочие истерики, стали возмущаться, негодовать и смеяться, когда сербский МИД поинтересовался, не слишком ли вот это бы наглели, а у нас сразу же перепугались и лично Путин с наполнившимися от страха штанами извинялся, потому что не хотели мы обидеться, терять Сербию мы не хотим. А тут вот какой момент, только что Путин ныл в Женеве, какой он хороший, но притесняемый и на Западе, и только-только полезные идиоты восхваляли его, как вот он там Байдену якобы завернул, как сербы заключили соглашение с Британией о противостоянии влиянию России. Это, по-моему, дословная цитата, дословное название вот этого самого соглашения. То есть, что получается? Что сербам, оказывается, уже надоело связываться с путинским режимом, и что, судя по всему, они ищут возможности уже контачить с Западом. Я не думаю, конечно, что они совсем с Кремлем разорвут отношения, им будет выгодно и там, и там успевать, но то, что вот эта договоренность с Британией, с Британией вообще, казалось бы, не с Америкой даже, заметьте, кстати говоря, именно с Британией, где тоже правительство, прямо скажем, проблемное, но, как оказалось, сербы, видите, на Трампа они делали ставку, на Байдена не очень, а вот на Британию решили нацелиться. Так вот, но как бы то ни было, сам тот показатель, что сербы ищут контактов с западными странами и хотят противостоять российскому влиянию, даже если это будет на уровне каких-то договоренностей, хотя вряд ли там на уровне министров обороны это соглашение заключалось, то это показатель, что нынешний российский режим в Европе, на самом деле, даже среди, казалось бы, союзников, он не особенно котируется. И выступление Путина в Женеве ему никаких новых очков не принесло, по крайней мере, со стороны его бывших союзников. Ну, повторяю, пропаганда идиота, они везде есть, и мы их, мы знаем, можем легко отслеживать. Вот, и подводя уже некоторый итог всему тому, что мы наблюдали, главный итог, он такой, что мы с вами живем во время, когда, глядя на встречу Большой Семерки, глядя на встречу Путина и Байдена, когда во главе большинства стран очень и очень неприятные, безидейные, иногда это даже хорошо. Я говорил, помните, говорил вам, что худше всего, когда есть в Белом доме человек с идеями, но Байден вроде бы без идей, но он легко чужие слишком использует. Но возвращаясь к моей мысли, хорошо даже откажусь от слова безидейный. Люди, лишенные четкой философии, люди невыразительные, люди озабочены абстрактными понятиями, а никак не интересами избирателей и граждан, и вроде бы это даже и не так страшно, потому что если такие люди, они просто выполняют декларативные роли и иногда встречаются и выставляют себя на посмешище. Но проблема в том, что у этих невыразительных, безрадостных, лишенных осмысленной философии людей, у них власть и у них огромные полномочия, которые мы все, тут же не будем снимать ответственности низкого из нас, которую мы все им дали, которую мы все им доверили. И вот эта проблема гораздо больше, чем то, о чем говорили или не говорили Путин с Байденом, и решать ее, в общем-то, нам, так или иначе. Здесь я умолкаю, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Ну, впечатление у меня, как у всякого американца, который придерживается традиционных взглядов, довольно такое пессимистичное, скажем, или порой даже испытываешь чувство стыда за своих представителей администрации нынешней. И я даже не знаю, я до сих пор не могу понять истинную цель поездки. То есть обычно же, когда планируется подобная поездка, то есть она планируется, ставятся какие-то цели, задачи, о них говорится, потом проводится совместная пресс-конференция, каждый из сторон говорит о том, что вот об этом мы договорились, вот тут нам надо доработать. А нынче как-то все происходит нетрадиционно, или может быть у нас такой нетрадиционный президент сегодня, потому что, я не знаю, дергают его за веревочки одна группа какая-то или разные группы, он так шарахается, то так, то этак, не понимаю. Ну, а результатов, о результатах говорить рано, посмотрим, если что-то вдруг изменится, там, я не знаю, цена на нефть меняется, упадет маленько, там, или еще что-то, то есть какие-то конкретные вещи, или там, скажем, расследование на происхождение ковида пойдет более решительными темпами, нежели сейчас, потому что администрация, скажем, что касается ковида, делает ставку на европейское сообщество и на Всемирную организацию здравоохранения, которую мы знаем в кармане у китайцев. Ну, в общем, если что-то в этом плане изменится, да, и ждет, что вот мы в коалиции, там, с нашими союзниками, вместе, я не думаю, что европейские наши так называемые союзники смогут реально что-то противопоставить Китаю или потребовать от него, чтобы он вел себя иначе, потому что они во многом зависят от Китая. Но, я не знаю, слышали вы или нет, перебежчик из Китая, это, может быть, не имеет отношения непосредственно к тому, о чем мы говорили, но вопрос интересный, что замминистра внутренней безопасности, я не знаю, это подтвержденный, неподтвержденный, но уже в нескольких источниках я видел, стал перебежчиком, и он попал в военную разведку нашу, в армейскую разведку, ну, то есть, в руки армейской разведки сдался, и армейская разведка не поставила в известность администрацию ни одной из других агентств, которые, так сказать, 17, по-моему, у нас разных агентств, которые занимаются секретной деятельностью. Это, на мой взгляд, говорит о том, что военная разведка не доверяет администрации, ни министрам, ни агентствам, а там, скажем, ФБР, ЦРУ и так далее. А вот информацию, которую принес с собой этот агент, оперебежчик, простите, она довольно любопытная. Ну, там, корреспонденты некоторые уверенно об этом говорят, наверное, есть какие-то источники, надеюсь, что есть источники. Так вот, мне интересно, ну, ФБР-то понятно, они теперь занимаются тем, что отстаивают интересы одной партии, преследуют инакомыслящих, и показательно было, когда они владели вебтапом Хантера Байдена на протяжении длительного времени, никаких, так сказать, последствий это не имело, хотя там были все доказательства непристойной как минимум деятельности этой семейки, я имею в виду семейку Байденов. А еще, я уже, помнится, об этом говорил, меня очень возмутил тот факт, что 50 бывших руководителей спецслужб разного ранга подписали письмо, в котором они утверждали, что вот этот эпизод с лэптапом Хантера является ничем иным, как провокацией и дезинформацией российских спецслужб. Это вообще уму непостижимо. Это люди, которые возглавляли спецслужбы США, и они вот подписались под этим бредом, под этой ложью, и в связи с этим мне всегда вспоминается, как наши слуги дьявола все время ставили Трампу в вину, что он не доверяет своим спецслужбам, а доверяет Путину. Ну, как-то вот формулировали они это так. Я не знаю, насколько Трамп доверял Путину, у меня на этот счет, так сказать, не знаю, не могу сказать. Но то, что он не доверял нашим спецслужбам, я это понимаю. И я понимаю, почему у него были на то все основания не доверять нашим спецслужбам. Ну, спецслужбам они друг другу не доверяют. И это, кстати, давно началось. Вот интересную тему отметили насчет того, что военная разведка и ЦРУ, это еще в 60-е годы конфликт пошел, потому что ЦРУ всегда было более либеральным, и военная разведка считала, что в ЦРУ ерундой занимаются, и наоборот, всегда занимала более консервативные позиции. Ну, сейчас, я думаю, довоенные разведки постараются дотянуться. Но вот то, что вы описали с китайцем, это достаточно характерный эпизод, он вполне показывает, что доверия там действительно нет, и военные разведчики к ЦРУшникам относятся с некоторым пренебрежением, мягко говоря. И у них есть на то основания. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, если у наших радиослушателей будут вопросы, пожалуйста, 847-400-5200, звоните, задавайте вопросы, и он постарается ответить. Возвращаемся в программу ЧАС Ивана Денисова, телефон студии по-прежнему 847-400-5200, если будут вопросы, звоните. А теперь о новом празднике, который стал федеральным праздником у нас. Да, это то, что у нас называют как День освобождения от рабства, а в английском языке, ну просто Juneteenth. И хотя, конечно же, освобождение от рабства – это замечательно, но у меня очень большие сомнения, нужен ли этот праздник как федеральный, нужен ли он сейчас, и нужно ли его подавать так, как его подают средства массовой информации и политики, и что самое главное, нужно ли было поддерживать его республиканцам в Сенате. У меня, вот говорю, сомнений, я бы, например, ответил на все эти вопросы – нет. Потому что вообще все праздники, которые упираются в какую-то расовую принадлежность, это, по моему убеждению, всегда плохо. Так как, ну, это уже означает некую дискриминацию, опять же, и подразумевают раскол общества, потому что давайте праздновать День Черных – замечательно, значит, потом будем праздновать, сделаем федеральным День Святого Патрика, день 12 июля, это как раз Ольстерский, шотландцы, День Колумба для итальянцев и так далее. Все эти праздники, они могут существовать, они имеют полное право быть на уровне штатов, на уровне общины, на здоровье. Но как только праздник напрочь завязанный, прочно завязанный с расовыми проблемами возводится в статус федерального, это уже не то, что нужно. Тем более, посмотрите, какие у нас три самых знаменитых праздника, связанные с, так или иначе, с черным населением. Ну, есть, он, к счастью, не федеральный, но раздутый и периодически с ним все поздравляют друг друга, это Кванзе, Кванзе, и так, и так его, не подправьте меня, если я не про и так, и так слышал произношение. Забывается, что праздник этот, кто вообще его привнес в американскую жизнь, это ультралевый бандит Рон Каренга и, кстати говоря, осведомитель ФБР к вопросу о том, о чем мы говорили в 60-е годы. И это его объединение United Slaves, оно и создавалось во многом не без участия в ФБР, чтобы вносить раскол влево-радикальные черные движения, чтобы они конфликтовались с черными пантерами, что, кстати, они и делали там и благополучно отстреливали друг друга. Но, как-то сейчас, это не очень любят вспоминать, и вот праздник, основателем которого был бандит и осведомитель ФБР, его вот навязывают американским чернокожим, хотя многие чернокожие же его и отвергают. Эрик Раш, такой журналист консервативный, он, помню в одной из своих книг, назвал его, ту самую Кванзу, да, так идиотским и отвратительным мошенничеством, о котором даже говорить не стоит. Дословная цитата. Кстати, да, замечание вскользь, очень обширная тема, к нему-нибудь к ней вернемся. Заметь, что то, что ФБР делало раньше так или иначе, ну, они, и тут ничего нового нет, просто в 60-е годы, мы все знаем, они сосредотачивались на черных и левых, боль для пиара, но на самом деле против каких-то правых организаций работали, будь здоров. А теперь, когда мы уже второй месяц выясняем, что целый ряд протрамповских и альтрайтовских организаций тоже пропитан ФБРовскими осведомителями, то видим, что свою традицию там продолжают. Но опять эта тема отдельная, вернемся к праздникам. А федеральным праздником сделали день Мартина и Лютера и Кинга, сделал Рейган, я не считаю это его достижением, кстати говоря, тоже вполне себе и при поддержке многих республиканцев, но здесь была похожая на самом деле ситуация, потому что Кинг человек не лишенный достоинств, но в общем и целом его наследие все-таки скорее отрицательное, а если быть до конца откровенным, то этого наследия вообще не осталось, потому что ряд консерваторов чернокожих считали, что он положение только ухудшает, провоцирует и вопреки своим красивым лозунгом, только создает все больше и больше проблемы для черного же населения, но так как, да и к тому же он, напомню вам, где-то с середины, наверное, 60-х увлекся социализмом и стал прославлять его, так что на сегодняшний день мы с вами видим, что от его наследия не осталось почти ничего, так как консерваторы отвергали его социализм и отвергали его, пусть и объявляемый ненасильственный, на самом деле достаточно провокационный стиль, а левые, но однозначно отвергали те разумные вещи, которые Кинг все-таки говорил, вроде вот этом обществе без различия по цвету кожи, но главное то, что истеблишменту, к сожалению, республиканцам в том числе, было выгодно Кинга подавать такой более разумной альтернативой черным радикалам, вместо того, чтобы продвигать реально сильные, влиятельные, консервативные фигуры, вроде, я не знаю, того же Дагласа, тоже спорный, но не такой, как Кинг, Скайлер, про который я вам не раз говорил, тем более Скайлер был современником Кинга, ну Букер и Ти Вашингтона, наконец, но сделали вот из Кинга такого героя, и совершенно зря. Теперь вот новая история, опять при поддержке республиканцев и даже некоторых консерваторов, это Джун Тинс, но начнем с того, что сама дата, например, выглядит очень не очень сомнительно, потому что если надо праздновать, когда было официально объявлено освобождение рабов, то нужно вообще-то праздновать это в декабре, 6-го, насколько я помню, декабря, когда была ратифицирована 13-я поправка Конституции, 6-е декабря 1865 года, которая это самое рабство и отменила. Но есть одна проблема, и демократы, я прекрасно понимаю, почему они не хотят праздновать эту дату в декабре. Дело в том, что если посмотреть на голосование по той поправке, то мы увидим с вами следующее. На тот момент демократов в палате представителей было 66, и за 13-ю поправку проголосовали 16. В Сенате демократов было 8, и за поправку проголосовали трое. То есть, даже если мы с вами примем во внимание, что демократы составляли общее меньшинство в том Конгрессе, но цифры говорят сами за себя, демократы не очень хотели отменять рабство. И я прекрасно повторяю, я понимаю, демократов сегодняшних, и если они признают праздником отмены рабства день ратификации 13-й поправки, то они признают то, что их партия, историческая партия, которую рабство пыталось сохранить. Поэтому вот взяли такую, казалось бы, нейтральную дату, 19 июня, когда генерал Грейнджер издал указ об отмене рабства на территории, прежде всего, Техаса, который он освободил. И долгие годы этот праздник, он внутри Техаса, собственно говоря, праздновался, и это нормально, пускай бы он там праздновался. Потом вот стали делать на него ставку прежде всего черные активисты левые, и добились того, что стал он праздником, и праздником чего? Он почему-то числится праздником афроамериканским. Но простите, если мы с вами празднуем именно день, когда генерал Грейнджер издал этот самый приказ, то вообще-то мы должны праздновать с вами то, что белые освободили черных, и более того, погибали за то, чтобы черные были свободны. То есть это должен быть праздник благодарности черных белым, если быть до конца откровенны. Но я, кстати, тоже не думаю, что это настолько хорошая идея, чтобы подобный праздник существовал. Это опять будет только усугублять расовые и прочие какие-то разногласия и проблемы, но по-хорошему 19 июня это вот что должно праздноваться. Жертвы, которые принесли белые американцы, избавляя себя от рабства. Но нет, это праздник черный. Это неправильно, извините меня, так это не работает. Дальше его объявляют чуть ли не новым днем независимости. И это неправильно, потому что день независимости это 4 июля. Рабство институт отвратительный, рабство институт, который вступал в конфликт с идеями отцов-основателей, о чем они сами и говорили. Просто отцы-основатели были, конечно же, реалистами и здесь приходилось идти на некоторые жертвы. Но подменять понятие ни в коем случае. Праздновать надо 4 июля идеи отцов-основателей, а рабство воспринимать как той самой ошибкой, которая была исправлена, была исправлена жертвами. Но возводить это в праздник, я не думаю. Сделать праздником день окончания гражданской войны возможно, но тоже есть праздники день памяти павших, день ветеранов, я считаю, они гораздо больше, так или иначе, адресуют нас, в том числе и гражданской войне. Так что нет, в сегодняшних условиях день 19 июня становится праздником не освобождения, а праздником заискивания перед группой активистов черных и белых, праздником переписывания истории, потому что я вам объяснил, почему я так считаю, и праздником черных, повторяю, левых. Потому что заметьте, какую символику он сопровождается, там нет вообще ничего американского, какие-то черные кулаки и эти черные африканские флаги, какое-то отношение имеет к американским идеям и к освобождению по гражданской войне. В общем-то никакого. Так что это, я считаю, поражение республиканцев в культурной войне. Мы говорили о том, чего они добились, это и замечательно, но здесь уступать не надо было. Я в этом празднике на данный момент ничего хорошего не вижу. Если Сергей со мной согласится или нет, здесь с удовольствием передам ему слово. Ну, что называется, тайминг не случайный, потому что уже на протяжении приличного отрезка времени раздувается расовое противостояние, расовая истерия. И как мы пришли к выводу, что в теории Маркса о революции слово пролетариат заменили на слово расу или меньшинство расовое. И вот таким образом насаждаются эти идеи марксистские. И поэтому именно в это время они принимают этот праздник, поддерживают такой огонь. Кто-то сказал, что до прихода к власти Барака Обамы американцы забыли, что такое расовый вопрос. Это действительно так? Ну, может быть, на бытовом уровне что-то где-то происходило. Наверняка существуют расисты, которые ненавидят черных, потому что они черные. Наверняка существуют черные, которые ненавидят белых за то, что они белые. Но как бы это не было национальным вопросом, это не было на национальном уровне проблемой. С приходом к власти Барака Хусейновича Обамы это стало приобретать вот такой более обостренный характер. Ну, а сейчас просто истерия. Просто слушаешь и официальных лиц, и смотришь, что происходит в корпорациях. Это уже не первый год, кстати. Буквально безумие. То, что сейчас внедряется в школах. Вы уже об этом говорили. Критическая расовая теория. Слава Богу, сейчас родители и некоторые преподаватели, школьные учителя начинают протестовать против этого. Все активнее и активнее. Голоса звучат все громче и громче. Я надеюсь, что ему удастся от этого безумия избавиться. Это когда детей воспитывают, скажем, черные должны чувствовать себя постоянно жертвами, а все, кто относится к белой расе, должны чувствовать себя злодеями и ненавидеть себя, и извиняться. Ну вот. И это делается не на бытовом уровне, не только на уровне, там, скажем, школьных дистриктов. Это делается на уровне федеральном. И праздник – это часть вот этого движения. Вот, скажем, Байден объявил о том, что федеральные заказы, теперь половина федеральных контрактов будет отдаваться компаниям, которыми владеют или руководят представители расовых меньшинств. Ну, это... Некоторые компании будут просто формально нанимать кого-то, там, афроамериканку какую-нибудь, потому что для женщин есть еще специальные программы, специальные бенефиты. Если ты женщина афроамериканского происхождения, то для вас существует еще целая куча всяких разных привилегий. Так что вот так. И праздник этот, он не случайно, он специально в это время, чтобы еще раз обострить расовый вопрос и чтобы сделать его предметом обсуждения, то есть от реальных, отвести народ, от реальных проблем, с которыми мы сталкиваемся, а вот придать этому всему такую расовую подоплеку. Вот что я об этом думаю. Ну, а теперь если можно, о том, что происходит в судах. Да, сколько успеем, столько расскажу. Но начну с положительного момента. Тем более, если не успеем, на нем и закончим. А именно назначение Трампа, они продолжают себя так или иначе оправдывать. И то, что мы видим, не только его, но вообще судебные назначения. И то, что мы с вами видим действительно на уровне штатов, когда и губернаторы, смотрите, как Эббот активизировался, про Де Сантису уже молчу, и, как Сергей сказал, в ряде штатов и родительские советы, и законодатели пытаются оказывать противостояние в деятельности Байдена и компании. А суды, в общем, тоже не дремлют. И последнее, что в этом плане меня порадовало, это решение луизианского судьи Терри Дотти, его зовут Пятый Кружной Суд Луизиана, насколько я помню, который наложил запрет на очередное бестолковое решение Байдена. Решение Байдена было какое? Что федеральные земли запрещают создавать в аренду компаниям для нефтегазовых разработок. Целый ряд штатов, естественно, сразу же активизировался, стал подавать. В суды целый ряд исков есть, и в Сенате, и в Палате представителей есть целый ряд людей, которые пытаются деспубликанских, конечно же, провести законопроекты, которые помогут защищать американскую энергодобывающую промышленность. Сенатор Ламис в Сенате, Чене, да, я помню, что я про нее говорил, но здесь дадим мои должные в Палате представителей. Ну вот, Дотти он взял и указ Байдена тормознул. И, к сожалению, не полностью он его не отменил. Он остановил его действия до того, как будут приняты решения, докончится рассмотрение по вот всем этим самым искам. То есть, на самом деле, это, но я не скажу, что это приравнивается к отмене, но это дает очень и очень серьезный, наносит очень и очень серьезный удар по тому, что у нас делает Байден, и это действительно хорошая защита американской энергетики, так как теперь пока указ заблокирован, ну, можно продолжать работу. А всем остальным, тем, кто эти иски подавал, штатам не стоит останавливаться на достигнутом. То есть, это хороший момент. Из Верховного Суда пришли более такие смешанные новости. Да, сейчас будет исторический момент, это должно было случиться, это произошло на прошлой неделе. Но я вот, мне не понравилось решение судьи Томаса, представьте себе, там очень сложное дело, связанное, опять же, с Обам и Кером, и раньше Томас всегда был критиком, но вот в нынешнем решении 7.2, там Калифорния против Техаса, было признано, что вот эти штаты, которые выдвигали обвинения против наказания за отказ покупать страховку, которые сейчас так или иначе отменено, это наказание Конгрессом, что они считали, что из-за этого наносят им ущерб, суд счел, что они не предъявили достаточно доказательств, и что именно данное дело, оно не проходит. Томас написал, что да, он считает, что сам по себе этот Обама Керр раньше он был против, считает, что ряд его пунктов не соответствует Конституции, но вот именно в данном вопросе он считает, что суд прав. Многие консерваторы, кстати, с Томасом согласны, и мне бы очень хотелось согласиться с ним тоже, но Алито в данном случае был убедительнее, а Алито считает, что все-таки штаты понесли, был нанесен им ущерб этим Обама Керром, и слушать надо было. Ну и самое худшее, что Обама Керр опять сохранился, то есть это уже третье на самом деле решение, которое в пользу Обама Керр, и вольно или невольно Томас, к сожалению, оказался вот здесь не на той стороне. Но в решении Фултон против Филадельфии здесь все более-менее хорошо, и единогласно, заметьте, признано, что город не имеет права отказывать в контрактах компании, занимающейся опекой, если Та не хочет сотрудничать с геи, с гей-семьями. Ну и здесь есть один минус, Томас, здесь он молодцом, Алито и Горсыч, они задумывали такое решение, которое бы вообще практически открывало возможность всем пользоваться своей религиозной свободой и компаниям, и быть свободными от любых посягателей со стороны власти, но Робертс подсуетился и добился того, что было 9-0, но что консервативные установки Томаса Горса Чиолита все-таки пострадали. Так что решение хорошее, но здесь тоже, видите, были проблемы. Здесь, как вы видите, Верховный суд у нас всегда в июне активизируется, и мы с вами еще, я думаю, увидим и услышим, что интересно, но мне очень хочется надеяться, что эпизод с Томасом, он был эпизодом. На моем отношении к нему это не повлияло, конечно же, но хотелось бы, чтобы он все-таки был вместе с Томасом и Горсачем, кстати говоря. Горсач и Томасом проголосовали против того решения, но 9-0, повторяю по другому решению, внушает нам оптимизм, что все-таки Верховный суд еще поборется с Байденом. Здесь, наверное, я умолкаю, и тогда в следующий раз уверен, нам будет эту тему чем развить. Спасибо огромное, Иван, и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok